В этот момент, они не понимают, о чем говорят Иешуа, когда он говорит о Духе Сатом. У них было непонимание о влиянии Духа Сатом на весь Израиль и на то, что должно было произойти сейчас. Их вопрос состоится в том, что это на сейчас? И является ли время неевреев законченным? И ты поставишь царство Давида обратно на место? Помните, только в Евангелиях было обещано, что будет 12 тронов, которые будут судить 12 колен. В 19 главе Матфея, 28 стих. И в Луки 22, 30 стих. И он спрашивает, сейчас ли тот момент, когда вот это обещание придет? Или же это тот момент, когда мы будем сидеть на этих тронах? Я не могу понять, что происходит в разумах этих учеников. Или же они хотели там сесть уже побыстрее на свои троны? Или в чем была вообще причина? Но у них был этот вопрос. И я считаю, что у нас всегда есть вопросы по поводу этого времени и в чем мы вообще живем. И это, на самом деле, нормально, что у них основа был вот этот вопрос. Пожалуйста, давай, Ешуа, говори, в какой мы времени вообще сейчас живем? Это, наверное, самый большой вопрос, который у нас на сегодняшний день, на сегодняшний момент она есть. Нам надо помнить, что я сказал, Ешуа. Никто не знает. Окей? Только Парат. Если кто-то говорит, что он знает, в какой времени мы живем, поставьте очень большой знак вопроса на этого человека. Окей, мы можем видеть времена. Мы можем видеть некоторые вещи, которые происходят. И нам надо быть на начеку. Писание так говорит. И говорит, что нам не надо удивляться. Окей? Есть элемент, который мы можем понимать в некоторых вещах. Но точный час или минута, я не верю, что мы можем это сделать. И вопрос тут не заключается, если. Но будет ли. Будешь ли ты в это время? Они не сомневались в факте, что будет восстановление. Но их вопрос смущал вопрос, когда? Время. So, the timing is extremely important in everything that we do for Messiah. We need to have a sensitivity to the Holy Spirit. Нам мы должны быть чутки к Духу Святому. Чтобы мы знали, что и как мы должны делать в определенные места и время. Когда мы должны говорить некоторые вещи. Да? Иногда мы можем побежать вперед тому, чтобы Бог побежать быстрее, чем Бог хочет, чтобы мы бежали. Ответ Мессия в первой главе Диане 7 и 8 стиха. Ответ Мессия в первой главе Диане 7 и 8 стиха. Я сейчас прочитаю. И он же сказал им. Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Мы можем видеть, что ответ на их вопрос. Имеет то же самое конструкцию, когда мы находим в первой Дессалонии 5, 1 стиха. Пятая глава, 1 стиха. Я буду читать это. 5, 1. Но вы не должны быть ни о том, что написано, братья, о том, что это происходит. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что День Господь так придет, как дать ночью. Мы примерно видим то же самое в Титусе. В первой главе Титу. 2 и 3 стих. Слова как времена и сезоны. Греческое слово для время тут означает не время как одно, а время как в множественном числе. It refers to periods of time, ages or eras. To a general period or event. It looks at time in the view of its extension. Он говорит, что это время, на которое ты должен смотреть вперед. Okay? The word seasons means periods by which ages are marked. It means periods, by which ages are marked. It's a definite space of time. A precise time or an occurrence. In other words, the time is very precise, very specific, and the occurrence also. Время очень точное, но будет в ней большой промежуток. It refers also to kinds of time. И тоже определяет, какие времена. For instance, hard times. В этом же случае и тяжелые времена. Yeah? When we go through a difficult period, sometimes we refer to it as a hard time. We refer to it as a hard time. So, time in reference to its extent, but also to its character. Okay? What sort of time is it? How long does it go on for? He is telling them that it is not for them to know the age in which this will come to pass. It is something that the Father has held in his own hands. In other words, under his own authority. God has picked the time, and the point is that he will come. That is the important thing. To know that he will come, but it's not important for us to know the exact time. Okay? Sometimes we have difficulty, struggle with it. But as I said, very often, God is God. And he keeps certain things to himself. Okay? In verse 8, we see the particular calling that is involved here. It says, You will receive power. In verse 8. Okay, we're in Acts 1.8. You will receive power. Now, I've heard so many preachers on this subject. Power. We all want power. We all want. But it's what sort of power? I've heard this text misused. I've heard this text misused. We have to read what is written. What power is it talking about? It says, When the Holy Spirit comes upon you, написано, что Когда придет Дух Святой на тебе, у тебя будет сила быть моими свидетелями. Okay? So, the power is defined. Ну, тут сказано, какое-то. It's defined as the power to witness. Это сила, которой ты будешь свидетелем. И это свидетель, ну, быть свидетелем можешь в разных формах. It can be spoken. It can be action. It can be signs, miracles, wonders. But it is meant as a witness. like свидетельство о Ишуе. It is meant to reveal Ишуа. Okay? That is the key here. Okay? Don't get lost in all of the theology and theories. It's quite simple. In English, we have the kiss principle. KISS. Keep it simple, stupid. Untranslatable. Okay? Puсть это будет просто. Да. Ну, держи его простым. Идиот. Типа того. Но, да. Sometimes we make things so complicated. Okay? And we need to look at Scripture and see what it tells us. And here it's very definitely telling us that the Holy Spirit is going to come to give you power, but that power is meant so that you could be a witness to Messiah. to Messiah. Нам очень надо смотреть на написание, как оно есть, потому что все, что написано тут, вы будете, придет сила, и вы будете свидетелями для Yeshua. Все. Держите ее просто. You got it? The power is for witnessing. Сила для того, чтобы мы были свидетелями. Okay. And then goes on to tell first of all in Yerushalayim. And here I would possibly agree with some interpretations of this idea. That it means in the first place begin where you are. They were to wait in Yerushalayim. And they were to begin their witness in Yerushalayim. But he told them also very clearly it will not remain there. He said then go to Yudea, Samaria, and to the uttermost pine, the parts of the world. Okay. It begins with that nice word but in English. The divine power that you are going to receive. We need to understand also that their power is not absolute. They are going to be able to fulfill their commission by means of divine power. but it is a power to complete a specific mission or commission. that's the point I was trying to make. They have been given that commission and the promise is to all. And the promise is to all. All of them. And it is unconditional. so it's not bound by a condition. So it's not bound by a condition. they will not be able to do anything or everything that they want to do. They will not be able to do anything or everything that they want to do. Now I believe that that is true also for today. If God asks you to do something, or as the scripture puts it, if He gives you a commission, He will also give you the power to complete that. The problem comes when we try to do things, which we have not received a commission or instructions to do. So, I would give you the advice, if you find you don't have the power to complete what you are doing, you might need to question the fact whether God has commissioned you to do. Now, let me give you just one example. There are some today who feel that they have the ability to bind evil spirits over a place, an area or a city. Okay? Now, I would question this very seriously. First, I don't know if they have that sort of authority. And my reason for this is that, when I have heard about this, I haven't seen much result. And I believe that if we're going to step out for God in a certain area, we need to know that He is, that it is indeed He who is asking us to do that. Okay? Also, as to the timing, it is when the Holy Spirit comes. As we saw in Acts 1.5 and Acts 1.4. Okay. The nature. The nature. The nature. The nature of their calling. It is a warning. To be a witness. It is a witness. And the theme, the great theme that runs through the whole of the book of Acts, И тема, то, что проходит по всему Деянию, это тема, это быть свидетелями. И поэтому это слово очень часто используется в книгодеяниях. У меня есть список всего места Писаний. Если вы захотите использовать это слово, вы сможете прийти, их очень много, поэтому... И я хочу ускорить чуть-чуть. Хорошо. Апостолы являются свидетелями. Апостолы должны быть свидетелями. И это означало не оглашать, как бы, мессианство, нет, о том, что Иешуа Мессия. Которым Иешуа сам сказал в Матфеи. То бишь, Иешуа сказал, что он Мессия, но не оглашайте во время того, как он это... Иешуа himself said in Matthew 12 to the disciples... 12 глава Матфея сказал... This truth about me being the Messiahship... ...правда о том, кто я, то бишь Мессия... ...была сказана только вам, но не говорите об этом. Okay, you need to read Matthew 12. And you will see what I'm talking about. Because they had this policy... Yeah, Иешуа told them not to talk about it. Такая политика на то время, что Иешуа сказал, не говорите никому. But now Иешуа himself is lifting that off them and saying... Now is the time to talk about it. In Matthew 12... There was this national rejection of the Messiahship of Иешуа. Иешуа не является, ну, является Мессией. In other words, the leadership rejected his Messiahship. And from that point onward, he told them to tell no one... ...that he was the Messiah. And therefore they followed this policy of silence over them. ...политика молчания. And at this point it was removed. До этого момента она была на них, а потом Бог сказал Иисусу, ...вы могли снимать ее. Okay, this could raise the question... ...и это может поднять вопрос... ...as to whether... ...the phrase, you shall be mighty witnesses... ...is a command... ...or merely a prophecy... ...that this will happen. The correct answer to this is probably that it is both. ...it's both a command and a prophecy. Okay. So, the purpose of this power... ...причина... ...ну... ...при... ...нет, цель... ...цель этой силы... ...которая будет дано в это время... ...is that they would witness to Yeshua as Messiah. ...что они смогут... ...что они будут свидетелями о том, что Yeshua есть Мессия. Okay, in other words, Yeshua is answering their question... ...в каком-то моменте Иисус отвечает на их вопрос... ...their job... ...at this point is not to reign in the kingdom... ...ихняя работа вот сейчас... ...это не... ...служить... ...не быть царями в царстве. ...он говорит, простите, мальчики... ...вы сейчас не будете сидеться на тронах. ...ау... ...но... ...я вам даю кое-что другое делать... ...вы будете свидетелями. So, sometimes... ...we have a promise from God... ...that... ...we will have some... ...great task or benefit... ...and then we find ourselves washing the floors. ...а потом мы видим, как мы моем полы. ...потому что это не время. ...у нас есть вещи, которые мы должны делать сейчас. ... ...те обещания будут... ...и мы будем с Ним править. ...что это с собой несет, я не знаю. ...я только могу представить. ...но это обещание. ...но сейчас... ...у меня есть вещи, которые я должен делать. ...я должен быть послушным. ...мне надо их делать. ...и я получу силу, которую Бог мне обещал. ...четвертая... 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 ...for what? ...for what they need to do. ...the program... ...программа... ...and the sphere... ...in which they have to do that. ...программа и сфера, в которой они должны это все делать. ... ...вот это все, что я говорю, они все взаимосвязаны. ...и сейчас я буду говорить о программе и сфере, в которой они должны были присутствовать. ... ...he then spells out for them... ...how this will take place. ...how this will take place. Он им все высказывает, как это все вообще произойдет. ... 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 Это продолжение того, что он сказал от Луки 24 глава. Иерусалим должна быть базой еврейского лидерства. Это место, где кровь пророков и Христа будет пролита. Это было начало программы. И сфера, в которой она будет задействована, мы увидим в Деяниях 2 глава. Вторая вещь, которая будет на той же программе, Иудея. Это там, где фарсаик Иудеизм был сильнейший. Где фарисейский Иудеизм был самый сильный. И он сказал фразу «вся Иудея». Это, наверное, что использовала Галилею. Которая была часть еврейского иудейского правительства. Сфера этого места мы будем изучать в Деяниях 8 глава. Третья часть Это место, где было гибридное верование, которое мешало евреям. Они верили, что у нас все хорошо, а у евреев вообще взяли все плохо. Вы помните встречу у женщины с колодцем, правильно? Это примерно дает атмосферу того, что происходило в Самаре. И сфера вот этой деятельности мы будем читать в Деяниях 8 глава. И четвертая часть планов этого шоу И что вы пойдете в самые дальние части мира. И на то время это была иудейская метафора на весь мир. То бишь на неевреях. Там, где вы читаете, там, где неверие, ну, язычество, полное язычество. И неправильные концепции по поводу Бога. Это там, где очень имморальное общество. Места, где нечистые были для евреев. Сфера этой деятельности мы прочитаем, мы будем изучать в Деянии 13 глава. Мы возьмем, наверное, перерыв. Да, это лучшее место детства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова